Нина Александровна отдала курьеру 200 тысяч рублей. Пенсионерка была уверена, деньги спасут ее дочь, которую после аварии госпитализировали в больницу. В седьмом часу мне вот звонок, по домашнему звонок. Вот я не сообразила, что мне все наши в больнице по сотовому. Я взяла, там на взрыв плачут женщины. Ой, что случилось? Я в раз думаю, что-то взять им. Я в раз думаю, что случилось, Таня? Нет, что случилось? С Сашей что-нибудь? Да нет, со мной. Я во второй советской, в травматологической. Корпусы. Вот. Я попала под машину. Водитель, чтобы меня совсем не сбить, он вырулил и попал в стену, сам покалечился. Теперь сама плачет на взрыв. Я тут ее в раз назвала. Таня, ну возьми себя в руки. Она, мам, следователь у меня, такая женщина хорошая, она тебе сейчас все объяснит. Лже-следователь сказала, что деньги нужно отдать водителю. Минут через 20 у квартиры уже стояла неизвестная. Она поднялась прям, но в квартиру я ее не пустила, а прям сумку отдала ей. Она говорит, передадите ей сумочку и скажете, это для Тани, про деньги ничего не говорите. Я ей отдала, говорит, это передадите Тане. Она хорошо и пошла. Сотрудники уголовного розыска задержали 39-летнюю жительницу Саратова. Женщина признала в совершении аналогичных фактов мошенничества. Устроилась на работу курьером. Присылали адреса. Просили забрать посылки для людей. Посылки забирала. В них были деньги. Деньги отсылала на карты. Карты тоже присылали. Адресов было три. Районы был Ленинский, Заводской, Кировский. Какие были условия работы? Сколько себя оставили? 5%. А какие суммы? Сначала 150, потом 200 и 400. Успела побывать подозреваемая и у 68-летней жительницы Балакова, отдавшей 270 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма ущерба составила более 1 миллиона рублей. Оградите пожилых родственников от потери сбережений и моральных страданий. Убедите их в согласовании с вами всех финансовых операций. Эллада Бжалимова, Анатолий Чернов. Дежурная часть. Саратов. Эллада Бжалимова, Анатолий Чернов.